Всем привет! Это видео будет актуально для девочек, которые сидят с детками дома, но хотят зарабатывать. Итак, я скажу 8 пунктов, через которые можно зарабатывать, и эти пункты можно совмещать друг с другом. Тут я слегка накидала план действий, вот, кратенько, для того, чтобы ничего не забыть и никакой из пунктов не упустить. Итак, поехали! Если вы новый зритель, то советую подписаться и кратко расскажу о себе. Мне 35 лет, я мама двоих детей, я в разводе, у меня недостроенный дом, то есть как, он уже достроенный, остался только ремонт, да, и девчонки часто спрашивают, Ань, а за что ты живёшь? Вот сейчас я вам расскажу, каким способом можно зарабатывать, при этом сидеть, можно сказать, дома, это называется фриланс, уделять время детям и работе. Это идеальный вариант, и большинство людей сейчас стараются не привязываться к офису, а работать с ноутбуком и телефоном. Конечно, ещё трудолюбие, потому что кажется, что вроде бы ты ничего не делаешь, на самом деле это не так, это колоссальная работа, просто она без офиса, то есть у вас нет работы с 9 до 6, чего я терпеть не могу. Первый пункт, стать лидером мнений. Можно стать блогером в Инстаграме, можно стать блогером в Ютьюбе, можно быть блогером и там, и там, в принципе, каковым я и являюсь. У меня всё начиналось очень случайно, я стала блогером в Ютьюбе и Инстаграм, ну, как бы стала тоже площадка для заработка. Как зарабатывают блогеры? У них нет фиксированной какой-либо зарплаты, да, зарабатывают они за счёт рекламы и, если это Ютьюб-блогер, от количества просмотров. Не буду углубляться в детали, я думаю, что вы, в принципе, уже знаете, эта информация есть доступна в интернете, в свободном доступе. Писчики ругаются на блогеров за рекламу, но, ребят, я не вижу в этом ничего плохого, единственное, что блогер должен рекламировать только то, во что он верит, что, в принципе, делаю я. Я не буду рекламировать какой-либо продукт, если я не готова его купить. Вот это вот самое главное. Если я готова за него отдать деньги, значит, я буду это рекламировать. Вот последняя моя реклама — это Нутелла. Я не скрываю, что это реклама, это видно и все это понимают. Нутеллу мои дети едят, я ем, и это вообще паста, которую любят все с детства. Поэтому я ее покупаю свободно, соответственно, я свободно могу ее рекламировать. Нет фиксированной цены за рекламу. То есть каждый блогер сам оценивает свой труд, а клиент соглашается или не соглашается. В основном обращаются рекламные агентства, то есть есть клиент, есть рекламное агентство, есть блогер. Рекламное агентство — это посредник и идет общение через рекламное агентство. Большинство так. Бывает, когда напрямую обращаются, магазинчики небольшие. Если это какая-то крупная компания, то это только исключительно через рекламное агентство. Иногда бывает, что одной рекламы достаточно для того, чтобы не переживать за целый месяц. Бывает, что реклама может быть несколько в течение месяца. Иногда бывает, рекламы нет вообще, например, если мы говорим про Инстаграм. По YouTube аналогичная ситуация. Бывают видео, когда заказчик берет полностью видео под свой продукт. И блогер делает видео, составляет сюжет, его оговаривают. То есть это целый сценарий, и это действительно работа, она кропотливая. Хотя с виду может показаться, что все очень просто, и блогеры ничего не делают, и просто так зарабатывают деньги. Это не так. Очень много времени уходит на контент. Сейчас уже каждый второй блогер, поэтому подписчики очень тщательно подбирают любимых, за которыми можно следить. Потому что не хватает времени следить за всеми. У многих интересный контент, полезный контент, у кого-то он веселый. На все это уходит время, и, естественно, подписчик не может целый день провести с блогерами. Поэтому выбирает самых-самых. Сейчас тяжелее стало удержать аудиторию. Но это не говорит о том, что вы не можете попробовать. Пробуй. Также мне приходило очень много писем, когда девочки становились блогерами инста или YouTube, и меня уже перегоняли. То есть у меня есть девочки, которые приходили ко мне на встречу, встречу с подписчиками. Они не были блогерами, но говорили, я хочу стать блогером. Становились, и сейчас они больше, чем я. И это очень круто, и я за них очень рада. Это очень здорово. Поэтому, девочки, если у вас есть какие-то страхи, убирайте их и просто пробуйте. Второй вариант заработка — это видеопродакшн. Но не пугайтесь этого слова, на самом деле, потому что вообще это целая команда, монтажеры, сценаристы, операторы. Блогеры — они сами себе и операторы, и монтажеры, и сценаристы, и так далее. Поэтому очень часто некоторые компании, маленькие, небольшие, могут обращаться к блогерам за помощью. Естественно, за деньги. И этим можно зарабатывать. И для этого не обязательно, кстати, быть блогером. Достаточно просто научиться монтировать видео. Для этого достаточно освоить Sony Vegas, iMovie, то есть программы, в которых можно монтировать видео. Вы делаете это на заказ для блогеров. Сейчас очень многие блогеры, у них просто не хватает времени для монтажа. И они просто материал вам отправляют, вы его монтируете. Кое-какие могут быть поправки, естественно. То есть вам блогер может сказать, так, вот тут вот вырезать, вот я бы хотела, тут сделать акцент, а вот тут вот мне надо то. Вот, вы это обсуждаете, отсылаете черновичок, он смотрит, говорит, где что поправить, может сказать, все отлично. И это уходит в сеть, можно так сказать. А можно не ограничиваться видеомонтажом, а сделать из себя маленький продакшн. То есть вы снимаете и монтируете, вы можете озвучивать и так далее. То есть к вам обращается клиент, как у меня было. Начиналось это все вот с йога-студий, потом пошли тантрические студии, потом пошли заказы от знакомых, зная, что я блогер. Ань, мне нужен ролик, промо-ролик, то есть рекламный ролик. Ко мне обращались и как бы, знаете, это цыганская почта. То есть у меня это получилось случайно, где-то там объявления я не рассылала. И вот эта вот цыганская почта, она как бы так вот переросла в просто звонки. Ань, нужна помощь. Я говорю, это стоит столько-то. Окей, приезжай. И все. То есть у меня был один очень классный заказчик. Это тантрическая студия. С одной студией мы работали больше, чем полгода, почти год, 10 месяцев. Они просили видео. Это тантрическая студия, где у них были определенные упражнения, которые они продавали за деньги. Я это все снимала, я это монтировала, получала за это копеечку. И это было очень классно. То есть сейчас они меня тоже вызывают время от времени, но на постоянной основе этого уже нет. Вот. И это классно. Но бывают моменты, вот это, кстати, тоже такой минус фриланса. Есть, когда работа на постоянной основе у вас есть, это здорово. Вы как бы знаете, что будет завтра. Не знаете, когда к вам обратится клиент с заказом. И, в принципе, это как работа, я всегда говорю, это работа как актера. Прошел кастинг, у тебя есть роль. Не прошел кастинг, нету роли, и сидишь, сухари грызешь. Поэтому, в принципе, иметь подстраховку было бы неплохо. Поэтому я имею несколько работ. Есть постоянные, и я стараюсь, чтобы постоянный был всегда какой-то заказчик, для того, чтобы я знала, что в следующем месяце у меня все гуд. Так, дальше. Можно снимать дни рождения, можно снимать, как я уже сказала, промо-ролики, можно снимать лавстори, очень многие любят. Не все умеют монтировать и снимать. Если вы это делаете, то вы можете даже написать в фейсбуке среди своих друзей, сказать, эй, ребят, давайте я для вас это сделаю. Сначала вы можете сделать это просто за спасибо, и это будет ваш опыт, вы поймете где, что и как. А потом набьете руку, и будете за это получать деньги. Когда-то я обратилась к парню, чтобы он снял такое семейное красивое видео. Тогда я не умела еще обращаться так с камерой, с этими моментами, где куда вставить, какую музыку наложить. Ничего этого еще не умела, и поэтому обратилась. Мне казалось, что это очень сложно. У меня, кстати, есть на канале это видео. Я внизу оставляю ссылочку, пройдите, посмотрите. Это я стихотворение читаю для Демида на годик. Вот как-то вот, знаете, мне захотелось. Все дела и поступки мои, разделю я с тобой мою радость. Я судьбы не боюсь, ибо ты мне судьба и звезда. Я отдала ему тогда, помню, 3,5 тысячи гривен по курсу 8. Ну, то есть можете сейчас сравнить, сколько приблизительно стоит такой ролик. Некоторые люди месяц работают, например, чтобы получить такую сумму. А человек, например, взял это за один ролик. А таких роликов в месяц может быть несколько. То есть, понимаете. Я тогда не знала, что у меня будет, в принципе, такая же работа, как у этого парня. Потому что тогда мне казалось, что это что-то вау, это что-то очень круто. Для своего YouTube-канала, скажу честно, я не заморачиваюсь. Потому что, во-первых, у меня влоги, там особо не надо заморачиваться. А во-вторых, мне просто не хватает времени. Я люблю своих подписчиков. И спасибо, что вы смотрите это видео. Но такие видео, которые снимаю я для своего канала, они не требуют особого монтажа. Иногда я заморачиваюсь и обучаюсь. То есть я хожу на курсы, я мучаю свою дочь, потому что она иногда знает какие-то программы лучше, чем я. То есть я всё время обучаюсь, обучаюсь, обучаюсь для того, чтобы расти. И когда ко мне придёт какой-то клиент и скажет, мне надо вот это, вот это, чтобы я не покраснела и не сказала, я это не умею. Потому что у меня были такие моменты. Я не говорила, что я не умею. Я просто училась. Училась и очень боялась, чтобы моему клиенту понравилось. Потому что я очень ответственная. И получается, что у меня идёт всё время процесс обучения. Третий вариант – это написание текстов. Сами блогеры иногда обращаются, чтобы им помогли написать тексты. Не потому, что они не могут или не потому, что у них там не хватает ума, да, нет. А потому, что у них не хватает времени. Поэтому они просят других, менее популярных блогеров написать текст. За это платят денежку. Это всё очень просто. Они дают тему и говорят, что конкретно они бы хотели видеть. Это стоит недорого, но когда это на постоянной и частой основе, сумма получается хорошая. Точно так же можно писать тексты для журналов. Ко мне обращались электронные журналы, детские, на детскую тематику. И просили, чтобы я написала какой-либо тематик. Если сейчас вспомнить все моменты, которые у меня были на протяжении пяти лет. Вот моему сыну пять лет. Я начинала вести блог с своей беременности. И вот где-то в возраст его два года, то есть три года назад, у меня всё начиналось. И сейчас чуть-чуть спад. Спад почему? Потому что блогеров стало много, а я стала меньше уделять внимания, например, своему блогу и своему инстаграму. Потому что уделяю как бы за деньги другому время. И вот можно сказать, что у меня такой спад. Но это у меня. У вас может быть по-другому. Четвёртое. Это съёмка в YouTube для разных брендов. Вот в моём случае я, в принципе, хорошо зарабатывала на проекте, например, Космо. С вами Запорожка, она в проекте Космо Бьюти. Актуальная тема. Королева ночи. Собираемся на вечеринку или в клуб. Также Интертоп. Я внизу поставляю ссылочки, в каких видео я участвовала. Потому что многие, наверное, думают, что тебя пригласили, ты снялась в ролике и всё. Как бы я бесплатно сниматься не буду. Поэтому я за это получаю деньги. Сколько стоят ролики, я тоже озвучивать не буду. Но я могу сказать, что, например, один проект, он может длиться, например, три дня. Вы можете получить около 40-50 тысяч гривен. То есть, в принципе, там полторы-две тысячи долларов. Но это работа. Ты вечером приезжаешь домой, уставший до безобразия. Но на экране ты такой весь, вот такой вот. Но кажется, что это всё так легко. Всё это так... Камера, она забирает очень много энергии. Очень много. Потом надо восстанавливать. Но такие проекты меня начали приглашать от того, что я блогер. То есть, я везде представляюсь, как Запорожская Анна. То есть, я сначала стала блогером. И это, можно сказать, дало вот эту цепочку развития других моментов в плане заработка. Но в любом случае, я не могу об этом не сказать. Потому что меня спрашивают, Аня, как ты зарабатываешь? Ну, вот четвёртый пункт, это я вам сейчас говорю, мой именно заработок. Также я снимаюсь для магазинов, как модель. Но это у меня уже другой пункт, потому что этим можете зарабатывать и вы. Рескочила я на седьмой, но мы сейчас вернёмся к этому. Пятый пункт. Это продолжение съёмки, но уже в телевизионных проектах. Это могут быть клипы, рекламы, художественные фильмы. Самый хороший заработок — это реклама. Реклама, например, Афлубина у меня была. Я попробую найти в интернете. Я никогда их не сохраняла, потому что, на самом деле, у меня было очень много роликов и клипов. В общем, попробую найти. Я снималась в клипе «Звезда. Дискотека. Авария». Потом... Боже, как он называется? «Пономарёв». Ещё какие-то. Ну, то есть, я не запоминаю. Для меня это просто... Ну, отснялась, ушла. Всё. Но самый классный заработок — это съёмка в рекламах. Вот последнее — это был Афлубин. Там заплатили 10 тысяч гривен, насколько я помню. 8 или 10, да. За один съёмочный день. Да, это кропотливая работа тоже, потому что миллион дублей. Если ещё вы не одни на съёмочной площадке, кто-то не так сказал, кто-то так сказал. В общем, это тоже выматывает. Но, ребят, 8-10 тысяч за один съёмочный день — это, я считаю, отлично. Сантехника, вы, кстати, я вам не говорила, а вы мне сами начали писать, что «Аня, мы тебя в рекламе видели!» Это очень приятно. Но иногда реклама, они так быстро меняются. Ну, я имею в виду, что она там реклама, несколько секунд. Как вы можете заметить? Я не замечаю. Я видела в упор рекламу и сама себя не узнавала. А вы узнавали, поэтому это вообще очень круто. Поэтому я внизу оставляю ссылочку. Это фейсбук-группа, где требуются актёры. Я, кстати, заканчивала. Я тоже это не афиширую. Я заканчивала театральную студию «Чёрный квадрат», и это мне в жизни очень сильно помогло. Но туда принимают без какого-либо образования. То есть вы можете быть просто харизматичной личностью. Вы можете просто подойти под типажу, потому что не всегда в рекламах надо что-то говорить. Можно просто быть и выражать какие-то эмоции. Вот поэтому вот эту вот ссылочку я обещала. И может попробовать каждый. Маму, папу, бабушку, дедушку, ребёнка. То есть там всегда нужны актёры для рекламы, для клипов, для разных проектов, для фильмов, массовка. То есть в день можно заработать тысячу гривен, участвуя где-то там в массовке. Можно 350, можно 10 тысяч и так далее. Но это тоже труд, потому что надо поехать на кастинг. Если это массовка, то не надо. А если вы один из главных каких-то героев, то надо отсидеть очередь, потому что отсматривают большое количество. Потому что не всегда вас выбирают, но вы потратили ресурсы временной. А поехать, отсидеть очередь и вернуться, по факту это иногда бывает целый день или полдня. Поэтому, ребят, это всё не так просто, но так можно делать. И если вы мама дома, сидящая с ребёнком, вам ничего не стоит сделать хорошие фотографии. Я, в принципе, в видео говорила уже, что для Доминики и для Демида я отправила их в модельное агентство. Для чего? Вот как раз для этого. Там их научили позированию, и там сделали фотографии, которые нужны для съёмок. Потому что нужен анфас, профиль, полный рост, ну и так далее, видеовизитка. Внизу эта ссылочка, я надеюсь, что она вам поможет. И, кстати, там всегда нужны новые лица. Есть, когда постоянно приглашают куда-то, приглашают, а потом твоё лицо примелькалось, и им уже этот человек не нужен, им надо новое лицо. Поэтому они спокойно берут людей, можно сказать, с улицы, без образования, без опыта. Иногда опыт обязателен. Иногда надо улететь вообще в другую страну на съёмку того же клипа или той же рекламы. Недавно искали двух мальчиков-близнецов в Японию. Оплачивали там колоссальные деньги, только чтобы они нашлись. Не могли найти. И я видела, что очень долго искали, там на протяжении месяца прям конкретно. А у вас дома, представляете, двое детей по этому типажу. И просто забрали бы, и вы бы на этом ещё заработали. Поэтому, девчонки, это очень хорошо. Шестой метод. Это мой метод. У меня есть консультирование. В двух видах. Первое, как открыть свой YouTube-канал. То есть у меня есть YouTube-канал. Я в этом полностью разбираюсь. Я знаю, что, где и как. Есть люди, которые хотят открыть канал, но не знают, как это сделать. Хотя честно, честно, можно тот же YouTube открыть, и там полностью всё будет. То есть шаг за шагом очень много таких видео. Но я, например, тоже такой человек. Если я чего-то не знаю, мне надо, чтобы мне пальцем показали, а лучше рядом сели и сделали всё за меня, и рассказали, что и как. Вот я такая. Поэтому есть люди, которые готовы заплатить за то, чтобы рядом с ними посидели и сделали вот так вот. И показали ещё несколько раз, куда нажимать, как загружать, как смотреть, разобраться с аналитикой и так далее. Вот. Я за это тоже беру деньги. И ещё один вариант заработка, консультирования — это как шоппер. Я не особо это афиширую. Это всё начиналось с подружек. Подружки-подружки, подружки-подружки, а потом типа, Ань, а давай, у меня тут есть подружка. В общем, ей нужна помощь. Она там хочет поменять свой гардероб. Я беру недорого, вот, и девочки мне благодарны. Поэтому это тоже один из способов зарабатывать деньги. Если вы одеваетесь стильно и окружающим это нравится, то почему бы на этом и не заработали. Седьмой способ — это модель. Это приблизительно такой же способ, как и пятый, только это формат фото. Я когда-то заканчивала курсы модельного агентства. Это было давно. Мне было с 15... С 15 лет мне было, да. И до 18 я была моделью. Но это не обязательно, что вас отправят на подиум. Там более жёсткие требования. Вы можете быть фотомоделью. То есть точно так же в таких же группах, которые я ставила ниже, очень часто требуются фотомодели. Не обязательно иметь модельную внешность на самом деле. Потому что магазины есть, например, как три кита. Это магазин больших размеров. Им тоже нужны модели. Это может быть магазин детской одежды, и им нужны ваши дети. Это может быть вы какая-то личность, например, с какими-то яркими волосами, с пирсингом. У вас много татуировок. И такая модель тоже нужна. То есть, в принципе, не надо думать, что модель — это только 90-60-90. Это неправда. Восьмой пункт, на котором я тоже зарабатывала одно время. У меня был клиент, и я вела его YouTube-канал. Клиент крупный — это магазин, и там я вела аналитику. То есть сбрасывали видео, я его загружала, наполняла. То есть описание, теги, название, потом аналитика в формате, что в видео не так, почему, например, его не смотрят. Ну и так далее. Кстати, этому я научилась у Air, медиасеть Air. Я время от времени езжу к ним на лекции для того, чтобы понимать, потому что YouTube меняется, он растёт, где-то трансформируется, и надо не отставать. Поэтому, если вы подписаны на меня в Instagram, подпишитесь, то в сторисах я очень часто могу посещать какие-то места и быть в компании Air, слушать лекции. Время от времени делаю разные посты. Но, может быть, я чуть-чуть неправильно веду свой Instagram, я мало информации там выкладываю с мыслью о том, что, ой, этой информации и так много, зачем я это буду делать? Может быть, это и неправильно. Может, поэтому я в Instagram не особо расту. Но для меня Instagram — это общение с моими девочками и просто мой фотоальбом. Может быть, это не совсем правильно, но я так чувствую, мне так приятно. Я говорила, что будет 8 пунктов, но есть ещё 9, и я к нему не отношусь, но, в принципе, девчонки, если вы филологи, то вы спокойно можете вычитывать тексты. У меня есть девочка, которой я отправляю тексты на вычитку. Я заканчивала ведущую телепрограмму, то есть я могу поговорить, но в плане написания текстов я могу и написать, и у меня хорошо это получается. Но правильные знаки припинания, где-то могут быть ошибки, построение предложений. Поэтому я отправляю девочке на вычитку, и за это плачу уже я ей. То есть вы можете точно так же зарабатывать. Вам будут отправлять тексты, вы их вычитываете, и вам просто в конце месяца получаете денежку за то, что вы вычитали. При этом можно сидеть дома с ребёнком, можно при этом работать, вычитка не занимает много времени. Ну, конечно, смотря какие тексты, если это большие тексты, то это и деньги другие. Но, в общем, суть в том, что имейте это в виду. Быть филологом можно вычитывать текст. Вы видите в Инстаграм, что я всё время в каком-то движении, куда-то еду, что-то делаю. Вы были не в курсе. Вот теперь вы в курсе. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Если это так, ставьте пальчики вверх. Если это не так, пишите в комментариях дальше свои вопросы. И внизу я оставляю полезные ссылочки. С вами была Аня Запорожская. И до новых видео. Пока-пока.